Об истории Саратовской агломерации, ее сегодняшнем дне и перспективах развития шла речь на круглом столе, который прошел в Институте социально-экономического развития Саратовской агломерации. Его участниками стали известные предприниматели, архитекторы и общественники, а также гости из Питера и Москвы. Последние прибыли в наш город для изучения ситуации в регионе. В планах специалистов разработка проекта развития агломерации. Саратовская агломерация тема не новая, она уже достаточно проработана и в регионе, и вот даже есть уважаемые институты агломерации, да, вот приступая к работе, мы хотели бы опереться на знания и опыт местных экспертов, местных специалистов, ну, хотим понять более, как бы, детально вот историю генезиса и перспективы того, что мы, что вы называете агломерацией, кстати, сопоставить потом с нашим видением. Одна из главных наших проблем, которая, вот даже главная проблема, не транспорт, это не отсутствие зелени, а самая фундаментальная наша проблема, что произошло с Саратовом за последние 260-270 лет. В чем эта история? Почему так? Почему в течение всего практически XIX века Саратов был, ну, как вы видите, по периоду 1887 года, он находился следующим городом после всех столиц. А в рамках сегодняшней, так сказать, России, вообще третий город. Удивительно. И этот период продолжался довольно долго, почти сто лет, но как раз до окончания, так сказать, великой сталинской административной реформы 28-34 года. Политика здесь сыграла не последний урок, не здравый смысл, не, там, так сказать, желание, как-то, там, решать какие-то задачи региональные, а именно политические вопросы. Поэтому Саратов потерял резко свой рейтинг и дальше этот рейтинг стал снижаться. Это видно и по масштабам финансирования, которые проводились в период индустриализации. И в конечном итоге Саратов практически сократился, ну, с небольшим уменьшением, вот в северной части, вот до тех границ, которые были уже в 1934 году установлены. Единственный был период, как вы знаете, значит, с 50-х годов, с 53-го, по-моему, по 56-й год, всего три года, когда была образована Балашовская область, и еще и западная часть отошла, значит, вот была у нас со столицы Балашоя, но потом она была упразднена. Один из главных вопросов, как завлечь людей в регион? Почему сегодня бизнес бежит из Саратовской области? Как остановить этот поток? То есть мы хотим понять, почему от вас, вот, например, переезжают бизнесы, ну, например, в Калининградскую область куда-нибудь или еще куда-то. Как вы видите эти факторы, которые влияют на принятие решений? Вот здесь опять, однозначно не ответить. Есть положительные примеры переезда, скажем, предприятия НЖ, выпускающие спецпродукцию, да. Хорошо, что оно вошло в Арзамасский центр, известный для принадлежащего Росатому, и получает оттуда инвестиции и развивает. Но, скажем, переход управления предприятий, таких как Жеркалюна, Аткарский маслоэстракционный, Балаковский маслоэстракционный, под Самару, он области, я не вижу, чтобы он принесет, по крайней мере, прибыль, будет уходить туда. А удастся ли ее потом и в каких размерах оттуда взять, это большой вопрос. Я вижу, что в настоящее время развитие промышленного производства не в приоритете руководства. Я скажу, мягко, да. Задача стоит такая, чтобы вот в этой вот сложной ситуации вырваться чуть-чуть вперед. Для того, чтобы Саратов действительно попал в двадцатку лидеров по экономике, почему я говорю экономику, потому что все остальное, это все-таки вторично. Если будет экономика, если будет зарплата, тогда и те же музеи, и кинотеатры, и так далее, они будут жить лучше. Но это не надо объяснять, это азбучно истинно. По поводу того, почему от нас бегут, а кому-то приходят, я этот вопрос последние несколько десятков лет себе задаю и задавал этот вопрос, так скажем, серьезным инвесторам из-за бугра. Ребята, вы куда идете? А мы, говорит, только что приехали из... Где у нас эти наркобороны-то в какую страну? В Колумбию. В Колумбию. Мы, говорит, только что из Колумбии. Мы имеем дела с теми, кто является реальной властью. И если есть на территории власть. Вот я могу эту тему, конечно, развивать и дальше, но всем уже понятно, о чем я говорю. Власти не хватает. Там вот, ну, был исторический аспект во многом. А вообще, когда саратовская агломерация вот этих городов, ну, город Саратов, там еще Энгельс, там что-то, когда вот вообще агломерация появилась, и вообще с чем это вот связано, вот как произошло, что там построили или открыли, там люди едить начали. Вот что-то случилось, что вот не было агломерации, а теперь у нас есть. Мы построили мост между Энгельсом и Саратовом. До этого была ледовая переправа. Летом были лодочки, а зимой по льду. Ну, вы это помните, надеюсь, коллеги, да? И вот когда появился этот мост, то количество людей, которые из Саратова, из Энгельса стали приходить в Саратов устраиваться на работу, стало исчисляться тысячами. Саратовская агломерация, как и многие другие, расположена вдоль реки. Вопрос транспортного сообщения в подобных случаях является одним из ключевых. Об этом в своем докладе говорит член региональной общественной палаты, бизнесмен Михаил Волков. Вот воронеж. Если посмотреть на него внимательно, то примерно две трети расположены с одной стороны реки, одна треть расположена с другой стороны. Примерно так же, как и Саратов, у нас на 738 тысяч с одной стороны и вместе 37 расположены с другой стороны. Теперь количество мостов, которые есть в этом самом оборудовании. Синего обозначил я мосты автомобильные, красного железнодорожные. Итак, раз, два, три, четыре автомобильные, два железнодорожные. Это Красноярский. Раз, два, три, четыре, пять автомобильных, два железнодорожные. Дальше мы видим Саратов. Две трети, одна треть, два и один. Очевидно, что количества мостов как минимум не хватает двух автомобильных мостов. И нуждается или один, или два новых железнодорожных. Грузоперевоз. Собственно, то, о чем шло вещь. 47 километров примерно для сходового транспорта. Очевидно, что здесь превышены практически все нормативы. Это единственный сегодняшний вариант доставки груза. Идиотизм заключается еще и в том, что у нас по этому пути возят еще и мусор. Можно себе представить стоимость мусора, который возится в полтора часа 47 километров плечом от мостов. То есть мусор из Саратова доставляется на переработку, но за мельность вот в этом мостове. Тот мост, который запроектирован в Саратове, это из поселка Юриш, сюда, вот в сторону реки Сазанка, так называемое место, 7 километровый мост, как известно, но я бы считал абсолютно целесообразным, я вот не хотел бы спорить, так, нужны обязательно только и этот, а не только этот мост. Но практически единственное место, где возможно в Энгий сериале организовать точку для приземления моста, это Энгийский пляж. Вот этот мост из Затона на Энгийский городской пляж как раз может решить несколько задач. Во-первых, объединение мест уже компактного проживания людей, во-вторых, и с этой стороны, и с этой компактной, во-вторых, те зоны развития, будущее строительство, оно тоже располагается все в этой зоне. И тем самым создает дополнительную артерию, поскольку известно, что тот саранский нос, который мы говорим как второй, он уже подвергся вот нескольких лет на данной реконструкции, он уже находится в том состоянии, когда скоро назреет опять капитальная реконструкция, он только однорядный, в одном смысле, один ряд в каждую сторону, и одна резервная полоса, которую используют туда-то сюда. То есть очевидно, что при этом грузы все идут так, и у любой аварии блокирует вообще движение между этими двумя частями. Еще одна саратовская преграда – железнодорожные пути. Они делят областной центр на две части. Михаил Волков предлагает использовать мировой опыт решения проблемы. Я видел подобные вещи в Швейцарии, в Японии, и поэтому я, к сожалению, не нашел полноценных картинок, поэтому попробую на суррогатах показать. Вот это Япония. Что мы видим здесь? Вот есть уровень основной грунта, планировки, там, город основной и так далее. И утопленная подземлю, она бывает внутри тоннеры, естественно, бывает, но это открытым способом. Сделаны котловат, в котором ездят поезда. Ну, я, в общем-то, сама в какой-то степени представляю этот город, который как бы от мостов развивался, Санкт-Петербург. Для нас, в общем, постройка, например, Троицкого моста в 1903 году, она предопределила, что вот у нас начала очень интенсивно застраиваться Петроградская сторона, и буквально за 10 лет Санкт-Петербург получил... Целый район. ...самый большой, да, в мире район Игородианской эпохи. То есть вот у нас полностью застроенная Петроградка благодаря Троицкому мосту. Вот ее как бы перекинули туда, там были, в общем, так себе, вот. А взяли и построили как бы новый город, по сути, туда сдвинули его. Вот когда мы сейчас обсуждаем, ну, вот, как бы какую-то разброску по мостам, мы в каком ключе это обсуждаем? То есть мы абсолютно не усомневаемся, что два города, рядом стоящие, должны быть связаны между собой. Но есть ли какая-то задача другого порядка, с вашей точки зрения, как раз-таки стратегического, куда расти? Чтобы двигались в серо-восточном направлении, чтобы подтверждается многими факторами, да, движение в сторону новых столиц, значит, деградации внутренней, внешней, значит, наличие вот этих направлений и так далее, и так далее. Вы видите, что здесь у нас идет как бы два таких больших треяльных развития. Это прежде всего, а здесь еще характернее это показывает. Параллельно с этим, значит, параллельно Волге развивается, значит, жилье там и все, что связано, так сказать, с жизнедеятельностью, между ними активизируется зеленый полз. Вот такое с тобой очень грубое и краткое, вот такое развитие. И оно именно ведет в северо-восточном направлении. Но вот в южном направлении, наоборот, у Энгельса развитие идет более быстро, как это. Уже дошло до прибрежного практически неразрывной полосу. В чем основной интерес развития Энгельса? У нас прибрежная зона в Саратове, она в основном исчерпана. А в Энгельсе, вот мы прикидывали примерно, мы можем построить 3-3,5 миллиона квадратных метров именно на прибрежной зоне. Что такое прибрежная зона? Это 300 метров от среза воды. То есть можно другое качество жилья дать на рынок. И при наличии нескольких мостов, понятно, что покупать, ну сейчас люди покупают квартиры и так у нас в Энгельсе. Саратовцы покупают примерно в 15% жилья, которое строится в Энгельсе. То есть достаточно в плечную часть. И на прибрежной зоне, там в районе их пляжа, поступается достаточно неплохо. А здесь можно было бы целый поселок сделать, но для него тогда надо дорогу. Там рядом огромный район есть, который можно сделать в том числе даже с каналами. А весь мир очень целит берег океана, берег моря, берег реки и канал. Это самые приоритеты, которые знают все те, кто занимается жилищным строительством. В ходе круглого стола коснулись и темы туризма. Участники видят потенциал на энгельской стороне агломерации. У нас постоянно ставят вопрос о том, что надо разыграть туризм. Все об этом говорят, ха-ха-ха-ха-ха, значит, но если посмотреть на реальное наполнение тех баз и тех вообще инфраструктурных вещей, которые связаны с туризмом, то главная зона, она находится вот здесь как раз. В зоне так называемая Сазарка, вот эта вся зона. Но известно, что она представляет собой лес по федеральному законодательству, и на этой зоне ничего нельзя стремить. Поэтому до тех пор, пока здесь не будет изменено именно нормативные документы назначения на земле, никакого развития, кроме как вот этих 60-х, 50-х зданий, которые построены, кстати, какие-то панели, из чего-то еще, из чуть-чуть не шифры до сих пор, деревянные домики стоят, завершаешь, как и пошло время. Пока эта вещь не будет изменена, никакого развития в этой зоне для туризма не будет. Она сама близкая, кстати, для Сарат. Итог более чем трехчасовой дискуссии подвел Яков Стрельцин. Эффект масштаба, он известен. И то, что мы потеряли свое место, которое у нас было до революции, конечно, это очень обидно. И второй раз потеряли его после перестройки. Поэтому подняться в рейтинги российских городов, это не просто погладить себя по животику, как это приятно. Это все должно вернуться инвестициями, повышением зарплат, повышением, значит, бюджетов города и области. Расчетный бюджет Саратова должен быть 25-25,5 миллиардов. А он колеблется где-то на уровне 14-15. Это не потому, что в Саратов плохо работает. Потому что где-то денежные потоки налоговые идут не туда, где-то налоговая база упала до неприличия. Я имею в виду то, что вы всегда знаете, это малый и средний бизнес. Он падает у нас вдоль его. Поэтому это все вещи, которые нас интересуют впрямую. Нас как жителей, нас как бизнесменов за последние 26-27 лет, это четвертая попытка. Все три предыдущих касались радиообъективности области. Идея агломерации, которую, извините, мы подкинули, и которая все-таки приобрела какие-то реально сейчас черты развития, это первый раз. Поэтому очень хочется, чтобы это то, что называется, не был набор картинок и слайдов, которые кто-то положит в тумбочку. И поверьте, мы всячески вот здесь сидящие, готовы вам в этом помогать всеми своими возможностями. Продолжение следует...